Новые детские сады, кабинеты современной модификации, внедрение системы электронного обучения. Это результат работы 2014 года специалистов сферы образования. Их выслушала Ксения Куценко. Повышение качества образования – приоритетное направление в работе специалистов этой сферы. Юные североказахстанцы успешно доказывают, что стараются педагоги не напрасно. Об этом говорят призовые места школьников на областных, республиканских и международных интеллектуальных соревнованиях. Их в ушедшем году было немало. Успешно в 2014-м выпускники справились и с итоговым экзаменом. Средний балл ЕНТ в Североказахстанской области составил 77,8. А чтобы учиться было еще интереснее и увлекательнее, педагоги используют в работе новые методы – современные технологии. Достижению высоких учебных результатов служит и внедрение системы электронного обучения. Такая система на сегодняшний день уже внедрена в 95 организациях образования. Еще буквально в конце года подключены к широкополосному высокоскоростному интернету 85 организаций образования. На сегодняшний день интерактивными досками оснащены почти 65% всех школ региона. 54% учебных заведений оснащены кабинетами новой модификации. Большое внимание в 2014 году уделили и самым юным североказахстанцам. С целью увеличения охвата детей дошкольного возраста воспитанием и учением в 2014 году в области открыто уже 1118 новых дошкольных мест. В том числе 890 мест в рамках реализации программы «Балапан». В текущем году были открыты 6 новых дошкольных учреждений на 434 места. К началу учебного года многие школы области провели текущий ремонт. На эти цели из местного бюджета было выделено 128 миллионов тенге. В учреждениях образования организовано горячее питание. Бесплатные обеды получают 55% учащихся. Сегодня в Североказахстанской области работают 547 общеобразовательных школ, где знания получают более 70 тысяч детей. На Новый год намечено много планов и задач. Уже в третьей учебной четверти пройдет областной тур Олимпиад по общеобразовательным предметам. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК.